Театральный фестиваль «Место силы Владивосток» дарит жителям молодежной столицы возможность увидеть лучшие спектакли театров России. Одним из них стала постановка Донецкого республиканского академического молодежного театра. Когда полки французов покрыли обдаление, ты, вранный нечезвел, и клятву дал святую от вражины хранить страну свою родную, и ныне ты к сынам отца и наш возвратился. Театр представил постановку «Левша». К произведению Николая Лескова они обратились не случайно, ведь костяк репертуара театра – русская классика. Та форма, в которой был спектакль сделан, площадной театр, который, на наш взгляд, наиболее подходит к текстам Лескова, мы старались максимально не отходить от них, мы максимально приближены именно к тексту самого Лескова, не использовали чью-то инценировку, а использовали, в общем-то, первый источник – это текст Лескова. И на сегодняшний момент актуальность именно в том, что это спектакль о русском человеке, о судьбе русского человека, о России с иностранными государствами. Директор Донецкого республиканского театра отметил главную особенность фестиваля – объединение различных направлений театрального искусства. Форум интересен тем, что здесь не только показ спектаклей, по сути дела, это сделан театральный форум, который объединяет вокруг себя различные направления театрального искусства. Это и обучающие семинары менеджеров, и критиков, и технических специалистов, и актерский состав. И, в общем-то, здесь показ спектаклей – это такая изюминка на торте, это не конкурсный фестиваль, то есть есть ряд фестивалей конкурсных, где критики оценивают по каким-то критериям, вручают какие-то номинации, награды. Здесь это фестиваль немножко другого направления, это форум, который служит развитию театрального искусства в целом. Отметим, что в день открытия театрального фестиваля с большим успехом в городских скверах прошли красочные выступления уличных театров, которые посмотрели более 7 тысяч гостей и жителей Приморья. Фестиваль «Место силы Владивосток» стал площадкой для знакомства с инновациями, обмена передовыми практиками, успешными кейсами и налаживания коммуникаций. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.